Можно ли считать вечером? У нас в Москве это еще не вечером, у нас еще средний день. Всех рад приветствовать. Очередное третье мероприятие, которое мы здесь организовали на фестивале Красная строка в Ютубинбурге. И всем с кем-нибудь еще не успел поздороваться. Здравствуйте. Сейчас у нас то, что в программе организаторы назвали марафоном, как я сказал полчаса или час назад. Я не знаю, куда мы бежим и куда-то не бежим таким образом, но скорее это некоторые общие фестивальные чтения, которые по... Ну, и тюрьмурские люди, конечно, меня могут поправить, но в принципе чтения такого, скажем, объемного формата давно здесь не было, насколько я могу понимать. Хотя, конечно, в 2010 или в 2006 году, когда мы здесь бывали, здесь бывали такие совершенно потрясающие... Действительно, марафоны долгие и дни. Я бы хотел начать эти чтения с выступления замечательного Тюменского поэта Владимира Богомякова. А пока он к нам выходит, ко всем участникам вечера просьба пытаться придерживаться регламента 3-4 минуты, потому что у нас больше 20 человек, а у некоторых участников сегодняшнее чтение. Еще выступление на других площадках, поэтому мы это будем как-то вынуждены учить. Итак, Владимир Богомяков, прошу приветствовать. Бабушка осторожно разрезала окунька, а вдруг там в окуньке маленькие ионы, или в животе к окуньку опасливая рука, что-то спрятала на случай шмоны. Печень, пищевод и желчный пузырь вытаскивает бабушка крепким старческим троеперстием, и в Ашкевский город Туймазы видит бабушка через анальное отверстие, и улыбнется бабушка посереть осенней доске на Бугульминско-Белебеевске жаберные лепестки. Ну вот еще такое стихотворение. Это старые все участники. Мы с Геной С хотели ехать защищать революцию в Чили, а нас посадили в Бабарынковский ЛТП. Мы там работали, там нас лечили и т.п. Тогда с нами сидела Алла Пугачева, она и написала тогда свою песню «Есть одна награда смех». Она нам часто говорила «Чувы, Родина когда-нибудь увековечит нас всех, моим именем назовут марсианскую впадину, Вашим именем назовут непонятную гадину, что всплывет однажды у Воронинского моста, Разлетит свои сахарные уста, голос ее будет поистине жуток. Она скажет, мол, пацаны, доброго времени суток, и завибрирует вся от смеха, от головы до хвоста. В населенном пункте Тягыш протекает речка Соловьюшка, На ее берегу сидит малыш, и что-то шепчет цапелюушка, А цапель хы-хы, глядь-поглядь, а цапель ой-й-й-й-й-й-й, Пойдем с тобой скоро гулять под всей приуральской землей, Средь мерзлых корней и камней, Молчание подземных планеток, Средь мерзлых корней и камней мы купим подземных конфеток. Ну все. Спасибо Владимиру Богомякову. Мне кажется, он задал определенную такую своеобразную интонацию, Которую вечер, возможно, и продолжит, а может и не обязательно. Это как пойдет, потому что авторы все очень разные, Не надо сказать, представляют самые разные города. Да, сегодня у нас есть, мне не изменят память, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург и Тюмень. Только вполне географический охват. Должен сказать, что здесь, за этими окнами, Находится достаточно большая книжная ярмарка. И там есть некий стенд, на которого написаны слова «культурная инициатива». Есть книги, например, Владимира Богомякова или Дмитрия Водельникова или Юрия Цветкова или Екатерины Симоновой или Алексея Саленкова и так далее. В общем, ряда людей, которые принимают участие в сегодняшнем чтении. Вот можете подойти туда, обратить внимание на эти книги, приобрести при желании. Вот сейчас у нас выступят два поэта, которые оказались здесь, в Екатеринбурге, на фестивале «Красная строка». Благодаря содействию Ассоциации Союза писателей и издателей России. И вот Марина, их представитель, скажет нам очень коротко два слова. Я приветствую всех, как лица нашего руководителя, Сергея Шургунова. И вы здесь все оказались не случайно, поэтому если вдруг кто еще не сотрудничал с Ассоциацией, то мы с удовольствием приглашаем, потому что у нас очень много, как вы знаете, уже многие возможностей. Это и мастерские, это и резиденции. Мастерских можно быть как учеником, так и мастером. В резиденцию просто можно поехать и пописать там, дни 20-30. Поэтому вот очень приглашаем всех. И у меня, если что, есть прошурочки про это, можно взять. У меня и вот там стояла моя Бизонская башня, но она уже в руку. Вот тоже сайт и все, так что можно узнавать. И для молодых писателей мы в размере до 65 лет. Поэтому до 65 лет можно участвовать, начинающим молодым. Никогда не поздно начинать и продолжать тоже. А сюда в рамках моей деятельности творческой командировки приехали Алексей Бурин и Дмитрий Бодейников. Мы очень этому рады и приветствуем. Большое спасибо. И надо заметить, что в 17.15 у Алексея Бурина состоится сольное выступление. Здесь рядочком на площадке Татищев и удаление к Геннин или Геннин. Простите, пожалуйста, в мою бытность в Екатеринбурге ее еще не было. Поэтому я еще могу удалить удаление, но я постараюсь справиться. А в 18.15 на той же площадке состоится круглый стол с участием Владимира Богомякова, Алексея Сальникова, Дмитрия Бодейникова и Алексея Жакурина, посвященные размышлениям о том, каким образом отличается поэтическая речь каждой из, ну, скажем так, не совсем корректно четырех столиц, Москва, Санкт-Петербург, Урал и Сибирь. И что там у нас в каждом из этих, скажем, регионах, в каждой из этих столиц так или иначе происходит с точки зрения поэзии. Приходите, это будет интересно. И теперь я предоставляю слово Алексею Бурину в Санкт-Петербург. Спасибо. С вашего позволения одно чужое стихотворение, одно собственное. Но я хочу прочесть стихотворение поэта, которого здесь, увы, нет, но которое я вспоминаю, приезжая в ваш замечательный город, да, Борис Рыжий. Над саквояжем в темной арке Всю ночь играл саксофонистом Продяга москомейки в парке Спал постелик, газетный лист Я тоже стану музыкантом И буду, если не умру В рубашке белой с черным бантом Играть ночами на ветру Чтоб улыбаясь спал Проходится Под небом выпитым до дна Спи Ни о чем Не беспокойся Есть только музыка Одна Надеюсь, его любят в этом городе По всей стране Ну и свое стихотворение О нашем возлюбленном отечестве Ну а там есть такие аллюзии и реминесценции Которые надо предварительно объяснить Хотя бы две из них Там есть как бы намек То есть аллюзия На стихотворение Блока Которое начинается так Петроградское небо мутилось дождем Но войну уходил дошел И на стихотворение Петербургские строфы Осипа Мандельштама Ну в котором там А над него и посольство полмира Да И чудовищно Как броненосец в допе Россия отдыхает Тяжело Да помните Ну вот такой вот Стихотворим Это строфы Эпиграф И холодок штыка Мандельштама Петербургское небо Как прежде дождливо Хоть уже не поют Ермака И штыки не блестят И иного разлива Черноморского нынче Тоска Но страна тяжело Отдыхавшая в допе Распугав Отташав Над нерой Знать Совершились Одной ли В минимумные сроки Броненосцам Становится Строй Нелепо Грядить О раскладах И видах Обвиняя Восхваляя Кого-то Линя О страданиях Чьих-то И чьих-то Обидах Не о том Ледене Броня Невосумночна Море темно И жестоко И чернирно Плачет Февраль Но страна Броненосец Выходит из дока Расчехляя Слепящую Сталь Никому Неизвестно Во зло Ли Во благо Такова По природе Своей И слова Наши Доблесть Безумство Отвага Непонятно Сияющий Ли Спасибо Спасибо Альте Бурину И теперь Передаем Безобетную Марафонскую Палочку Дмитрию Водельникову Москва Я прочитаю Два Предвеста Варенья Из нового Цифра Это называется Жизнелогия Пресноводных Рыб Чего Тебе Приходить Смотреть На мое Тупилище Отрезаю Сам себе Слишком Длинные Волосы Прядя На лбу Цепляются За очки Когда Я очки Снимаю Потом Так же Лихо Почти Не глядя Обчикал Себя По бокам Ножницы Были тупые И резали Очень неровно Был бы горшок Надел бы горшок И быстро По кругу Подстриг Никогда Так раньше Не сделала Сейчас обкогнал И на душе Смешно Вот она Свобода Якобы элегантного Возраста Во времена Моей честной Юности Мы называли Его пожилым Общипал себя А вышел Действительно Элегантно Я же пудрявый Я русский Пожилой хирург Меня любит Бог Три раза Упали ножницы Три раза Их поднимал Ты готов Нет Не готов Сейчас Не готов А вот Теперь готов Два раза В общей сложности В цветущей Любовной сложности Чего-то там Начинал Третий раз Отказался Выходит Богатырь На распутье Туда Чудо-юдо Направо Бессмертие Налево Беда Я выбрал Диагональ А это не смерть была А долгое-долгое Русское поле И какая-то там Точка На самом краю Светилась Пока я дошел Все башмаки Задрал Вся одежда Моя сносилась А вначале Казалось Идти-то всего Полчаса Дошел А там Настоящая радость Сбылась Только мне Ее не рассказать В карман Не засунуть Лоток Не собрать Не приручить Как приблудного Белого пса Ни на базар Не снести Ни в музей Ее не продать Даже даром Ее не отдать Не объяснить Никому Какое там чудо Случилось И последнее А это просто Долго-долго Рыба плыла Во сне И во мне плыла Рот раздевала Неслышно Меня звала Говорила Я так долго Тебя Серебряной Мой ждала Поверни От поля Того Поверни На юг Обойди Это поле Хоть это не поле А луг Пройди через просеку Через Недолгий Можайский лес А потом Через поле Уже настоящее поле И иди его На перерез Васильки собирай Выходи Потом на откос Но откос Обойди А иди На широкий Прес Ты же кудрявый Ты мой Тебя любит Бог Пресноводный Христос Белоствольная Тьма И мох Русский Суффикс И русская Жизнь Трудно Русский Туман И дым То серебряным Ты остался А теперь Залат Спасибо Спасибо Дмитрию Воденьникову Мы продолжаем Своё путешествие И Всё равно Дальше Остаётся Москва Юрий Цирков Здравствуйте Я Не успел Сказать На предыдущем Мероприятии Слова любви Такой премии Литературы Инген И фестиваль Который проходил Здесь В начале Нулевых Вот я Эти слова Говорю Кто помнит Время Невероятной Свободы Такая была Молодость Мира Когда мы Налаживали Что-то Горизонтальные Связи Поэтические По стране И вы знаете Я в том числе Сотрудник Государственного Литературного Музея В 17-м году У нас была Выставка Где мы За Данилом Файзовым Были кураторами Назовалась Литературная Атлантида Поэтическая Жизнь 90-х Голевых Где мы Показывали Вот этот Период Уже Немножко С музейной Точкой зрения И конечно Литературой Где он туда Вошел И сейчас Готовим Каталог Надеемся Что все Это Будет Печатано В очень Красивом Виде Я Прочитаю Несколько Переводов Первое Мне повезло Я бывал в странах Латинской Америки И мне кажется Что их поэзия Каким-то образом Отличается от нашей Вот по этому тексту Надеюсь Вы поймете Венесуэльская поэтесса Инува Леон Текст называется Карибы Стихи на колдовском языке Не все Мы Происходим Из одного И того же огня Хотя У всех У нас Есть Обжигающий Дар Для каждой Стали Отдельное Сияние Наши От молодой Звезды Мы Солнце Подростков Никто Не сумеет Сбежать В землю топиров Здесь Женщины Кормят Грудью Стоя Кто не видел Как свеча Прорастает Под водой Над водой Вопреки Водя Мы едим Людей Говорят Они Глотаем Врагов Дикая Раса Людей Поедающая Людей Мужчины И женщины Пожирающие Своих близких В горах И намолят Если Убьешь Съешь Уважай То Что убиваешь Так и должно Быть Сердце Из груди В рот Чтобы быть Человеком Нужно Есть Человека Кто Этого Не знает Кто Не знает Кто Притворяется Что не знает Об этом Сейчас Пока За Джакарандой Расцветают Ракеты Вот Вот Мой Конечно Считай Свои Переводы Еще Два Стихотворения Тоже Переводные Мой Перевод Более Менее Привычная Поэтия Англо-американская Бог Дил Музыкант Композитор Поэтия Я его Приводил В 90-х Годах Когда он Еще не был Многих Смело И вот Первый Текст Его Такой Он Написан В 50-х 60-х Годах Прошлого Века Но Мне кажется Он Абсолютно Актуальный До Нашего Время Всегда Называется Колыбельная Русский Имеет Три Глаза Да Еще Споловины Красный Как Пламя И Тянет Он За Собой Цепь Со Звеньями Цвета Свеклы Он Хочет Ядом Небо Залить Скандируют Люди С плакатами Те Американцы Жгущие Книги Да Еще Пожгли Мы Книги Чтоб 5-6 На Прошлой Неделе И Конечно Это русские крысы Пожиратели Наших Детей Таким Образом Он Как бы С иронией Писал Да Это Все Остается Примерно Это Ирония Остается Такая И Второй Вот Тех Все Просто Звонить Телефон Я Смешен Президент Кеннеди Опять Преубъедичивает Говорит Как Думаешь Что Нужно Нам Чтобы Росла Страна Как Чайное Поле Я Отвечаю Все Просто Старина Алло Нужны Софи Варен Анита Экберт Бюджит Бордо И Урасти Страна Ну и Один Свой Текст Значит У этого Текста Очень Длинное Название Называется Он Так Стихотворение Написанное По случаю Услышанного На заседании Совета Прин президенте РФ По русскому Языку Прошедшего 5 ноября 2019 Года И Очень Длинное Посвящение Посвящается Моей Любимой Учительнице Русского Языка И Литературы Слудской Людмилей И Нижней И Всем Кто Любит Русский Язык И Русскую Литературу А Текст Очень Корот Прикрываясь Цитатами Латами Кто кричит Кто скрипит Мой старик Отмечается Вмятина Покрывается Патерой Непонятным Потомкам Язык Что-то там Золотой Что-то там Просеребренный Вет Что-то там С головой У вас Пожилой Человек Спасибо Спасибо Юрию Цветкову У нас Был Некоторый План По которому Авторов Приехавших По нашему Приглашению И Просьбе Из Челябинска Представила Да Справа Было бы Представить Наташа Санникова Вот Ян Любимов Правильно Я же Дело в том Что я многих Из вас Могу еще не знать Сил в том Что опять Я давно Не был здесь Он захотел Выступить Вот сейчас Поэтому давайте Сначала Можно Чтобы Наташа Я представила Давайте тогда Наташа Санникова И она представит После своего Выступления Как раз Челябинских Авторов Я хоть на них Посмотрю Пойму Как они будут Видят Тоже важно Спасибо большое Я Прочту Видимо Четыре стихотворения Написанных Очень давно Точно До шестнадцатого Года Но По сути Это дело И В основном Намного раньше Можно ли так Любить Расстаться И выжить Жить Будто счастье Возможно Оно Возможно Утром Вставать Пить кофе Идти на службу Будто бы Боль утихнет Она утихнет Снова учиться Глядываться Прохожим Блиться Шутить С хорошенькой Секретаршей Думать Зачем я здесь По какому праву Помнить О том Что было Не пробуждаясь Вечером По привычке Писать в блокноте Публиковать В каком-нибудь Интернете Думать Прочтет Возможно Прочтет Возможно И ненавидеть Всенощно Глупое тело За то Что оно Все помнит Оно Все забудет Но покупать Ему снова Еду Одежду Может быть Даже возить Его к теплому морю Где вы вдвоем Когда-то Море все тоже Небо Земля И звезды Не изменились Как они могут Зачем они Это смеют По возвращении Встретить Еще кого-то И разрешить Себе жить Наконец Влюбиться Будто бы Отпустила Да Отпустила Или вот я Которая не страдала По-настоящему Впрочем Разок страдала Перед тобой Ни в чем Я не виновата Перед другими Может быть Но не слишком Что я могу Тебе Написать В открытке Только Люблю И помню Люблю И помню В детстве Я думала Отец Меня ненавидит Он сердился Если я просыпалась Ночью И звала маму Он не разрешал Мне приходить К ней в постель И не разрешал Маме уходить Ко мне А меня мучили Ночные кошмары Я боялась Спать И боялась Проснуться Потому что Темной комнаты Я тоже боялась Только повзрослев Я поняла Что папа Просто хотел Побыть с моей мамой Ну и выспаться Перед работой Папы давно нет А мне до сих пор Снятся кошмары И я боюсь спать И боюсь проснуться Потому что Всю жизнь Боюсь темноты Мои дети Росли иначе Я мало заботилась О том Чтоб они были сыты Даже о том Чтоб были здоровы Не так много Как о том Чтоб они Не боялись темноты Чтоб им не снились кошмары Дочка Когда была маленькая Часто прибегала По ночам К нам в постель Забиралась Отцу под мышку Она и теперь Любит его Больше всех На свете А я не люблю Потому что Именно это Она и хотела Когда уговаривала Мужа родить дочку Теперь мои дети Выросли И я точно знаю Что они никогда Темноты не боялись Но страшные сны Им снятся Это Оказывается Неизбежно Страх Человеку Зачем-то Нужен Однако Если он Компенсируется Любовью Жизнь даже Во сне Побеждает И страх И темноту И смерть Все Правда Кроме любви Есть еще искусство Оно тоже Сильнее смерти Но если б не папа Я б никогда Об этом Не догадалась Когда закончится Детство Могу ли я Что-нибудь Знать о детстве Если даже У моих детей Оно закончилось Помню ли я Своё детство Младшая сестра Говорит Мы всегда Ссорились Кому заниматься Музыкой В большой комнате И ты уходила В ванную Со своей скрипкой Потому что Моё пианино Унести куда-нибудь Было сложно Что я тогда Чувствовала Помню ли я Что играла На скрипке Помню ли Чего я боялась Чего хотела Какие читала Книжки Каким представляла Будущее Жили-были Старик со старухой Это я читала Наизусть маме Или сыну На ночь В одном Я совершенно уверена Я боялась Прожить свою Единственную жизнь Молча Вопрос Можно поставить Иначе Кончилось ли Моё детство Когда у меня Родились дети Дочка боялась Уколов И в медкабинете Просила Мама Можно я сначала Поговорю с тетей А потом она Меня уколит Это ей пять Наверное Или четыре Не помню Я тоже Всегда говорю От страха Иногда про себя В темноте То есть при Абсолютном понимании Отсутствия Собеседника Страна моя Единственная Родная Я хочу Говорить с тобой Перед тем Как ты сделаешь Мне больно Не покидай Меня речь Не умолкай Дочь Не важно Кто это слышит Важно Не умереть Молча И последнее Утренний Нежный свет Длинный тоннель Многих Похожих лет Вот и апрель Выйдешь Из-под земли Глубоко Не дыши Будут очки Пыли Девушки Хороши Станешь Бродить Москвой Не садись На пенек Там вдали Огонек Там Часовой Будешь Есть Чебурек Закатай Рукава Черный Твой Человек Говорит Москва Вот у нее Тепло Вот у нее Метро Время Твое Пошло В точку Зеро Там Над большой Рекой Всходит Одна Звезда Спросит Кто ты Такой И зайдет Навсегда А вот Теперь Я представляю Челябинского Пока что К нашему Счастью Поэта Номинанта Премьера Горгомощенко Яна Людимова Яна Людимова